всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале сегодня снимаю видео о покупке пряжи то есть я заказала пряжу не скажу что эта закупка была нежданной негаданной или спонтанной я собиралась купить пряжу сразу скажу что это кавказская пряжа покупала ее в магазине у ольги сейчас он называется шкатулка с пряжей впервые покупала в этом магазине раньше кавказскую пряжу я покупала в разных других магазинах и скажу что это пряжа предназначена для вязания джураба которыми я в последнее время очень-очень увлеклась но я сейчас начну вам показывать какие цвета я заказала первое этот вот такой вот цвет очень хорошо сейчас у вас передается на экране это такой зеленый цвет красивый очень цвет он так и назывался зеленый не какой-то там еще был до этого я хотела взять цвет хаки но потом передумала потому что для вязания джурабок именно я брала те цвета которые ходовые так как говорится да именно те которые необходимы для вязания джурабок то есть подходят по цветовой гамме как я уже говорила ранее я цвета для джурабок выбираю по табасаранским коврам то есть открыла какой-нибудь ковер посмотрела понравилась цветовая гамма именно такие же цвета я покупаю и вот это вот этого цвета именно зеленого я заказала две пасмы некоторые из пасм я уже начала перематывать и уже но те которые я перемотала я вам не буду показывать но я все эти цвета оставила по одной пасме не распущенные то есть я обязательно каждого каждую пасму каждого цвета я вам обязательно покажу которая заказала так в общем это вот такой вот зеленый цвет очень красивый и мне кажется в джурабках он будет очень хорошо смотреться следующий цвет это вот такой вот алый назывался так и назывался алый цвет тоже очень красивый яркий и сочный в джурабках именно сочетание вот этих вот двух цветов очень красиво идет в общем очень хорошие такие джурабки это пасма у меня идет одна я ее одну заказала потому что не так многое и уйдет дальше желтый цвет очень красивый прям желтый прям покорил меня он такой девочки сочный настолько яркая красивая пряжа что просто вот слов нету я тоже взяла одну пасму потому что желтого цвета всегда очень мало уходит это практически какие-то крапинки какие-то небольшие цветочки листочки поэтому я думаю одной пасма мне надолго хватит хотя у меня такая идея возникла связать желто черные то есть черный желтый там и небольшие вкрапления еще там других цветов идут и в общем тоже хочу связать такие следующий цвет который мне тоже очень понравился это цвет назывался вишня тоже очень сочный и красивый цвет я вот одну пасму вот этого цвета уже размотала и сматывала его не так что целиком шло вот допустим вся пасма в один клубок у меня получилось шесть клубочков небольших рассчитывала таким образом чтобы один клубочек на одни джурабки получился в общем поэтому шесть таких обрывов у меня получилось вишневый цвет очень красивый очень сочный и очень яркий и следующий не менее яркий цвет это вот такой вот не знаю как будет передаваться у вас на экране но этот цвет назывался турецкая сирень у меня сиреневая пряжа есть ранее я покупала в матках и матки были по 200 грамм в упаковке получается 5 мотков килограмм но он не такой яркий он более темный но тоже очень красиво в джурабках смотрится я их уже вязала и тоже очень красиво получается классно следующий цвет который я покупала тоже две пасмы это темно-синий не пока не перематывала в клубочке просто она такая вот у меня остается я сейчас подвину вот этот вот сиреневый и синий хочу вам показать поближе если будет видно в общем темно-синий цвет все очень хорошо прекрасно но я отметила то что темно-синий цвет очень тонкий я не знаю насколько будет видно я надеюсь что вам видно и вот я сейчас смотрю не через камеру и это очевидно насколько синий цвет тоньше чем вся остальная пряжа и здесь тоже вот посмотрите с вишневым цветом сравниваю тоже очень тонкая почти практически в два раза вот красный алый цвет тоже в два раза наверно вот этот синий тоньше я это этому факту немного разочаровалась потому что синий цвет у меня как сказать он основной идет вот этот цвет вишня и цветы темно-синий это такие основные цвета которые идут фоном под журабком и мне хотелось бы чтобы он был немного потолще не знаю я не хотела тройку заказывать потому что тройкой бы мне их было и сложнее вязать но я просто не ожидала что синий цвет придет настолько тоненьким и вот не знаю теперь как быть или мне еще заказать или все таки как-то выкрутиться с этим цветом ну ладно посмотрим над этим я еще подумаю и еще один цвет я хочу все цвета разместить в кадр чтобы была такая вот яркая палитра видна в общем следующий цвет это такой зеленый цвет тоже тот был темный этот светлый не помню точно как он называется но очень красивый тоже зеленый цвет которого я взяла одну пасму до синий я сказала уже да что две пасмы зеленый тоже одна пасма и из этого цвета тоже в основном идут такие небольшие вкрапления в основном на листочки когда вяжем такие растительные мотивы листочки вывязываем него кстати толщина такая неплохая да вот если сравнить все таки синий намного тоньше так и что еще хочу сказать заказывала я уже сказала ранее ольги то есть магазин называется шкатулка с пряжей девочки все прекрасно все чудесно пряжа классная по качеству даже несмотря что синий цвет попался гораздо тоньше чем вся остальная пряжа я этой пряжи очень довольна цвета прям девочки ну бомбовые слов не все яркие все сочные все чистые цвета если мы вяжем какое-то изделие это будет классно вот чем мне нравится кавказская пряжа то что цвета просто сумасшедшие и очень большое разнообразие цветов была одна загвоздка я не могу назвать это правилом потому что заказывала у ольги впервые и в принципе я даже впервые столкнулась такой задержкой я заказала эту всю пряжу 6 февраля и практически спустя неделю я уже написала менеджеру то есть менеджер дарья я не знаю она или хозяйка или она менеджер я связала с ней и спросила почему такая задержка потому что мне еще не пришел не трек никакое сообщение и она сказала что идет задержка с поставкой пряжи как только пряжа будет у них на складах они сразу же посылку соберут и мне отправят смс-ку и трек номер но однако прошла еще неделя и никаких в общем сообщение ничего не пришло все было но я немножечко в принципе не могу сказать что я нервничала и переживала я уверена что в магазине в котором заказывают такое огромное количество вязальщиц пряжу не будет к там каких-то обманов или чего-то такого просто я поволновалась немножечко задержкой не то что мне эта пряжа была нужна срочно но все-таки как-то было непонятно и в общем я опять связалась дарей мне любезно перезвонили объяснили ситуацию что посылочку мне уже отправили только не прислали трек номер и тут же мне пришла смс-ка в которой был написан трек номер и по нему уже буквально за пару дней мне посылочка пришла я получила ее все было очень хорошо упаковано сначала в черный полиэтиленовый пакет потом такой белый пакет которым бывает сахар обычно такого плана запломбировано все было пряжа классная вся пряжа мне очень и очень понравилось за что хочу сказать спасибо хозяйке магазина говорят что сейчас хозяйка не ольга а ее дочь возможно дарья это и есть ее дочь не могу точно сказать и к тому же за задержку которая произошла мне в подарочек прислали небольшой приятный сюрприз не знаю за задержку а возможно они всем покупателям высылают такие приятные сюрпризы это вот такие вот спицы для вязания кос многие наверное знают про эти спицы у меня они впервые я никогда ими не пользовалась никогда не заказывала но всегда думала о том что хорошо бы такие купить и вот меня услышали и у меня теперь тоже будут такие спицы и вот такие вот спицы тоже мне подарили номер четыре с половиной миллиметра сто двадцать сантиметров я такими спицами уже пользовалась и они мне очень нравятся гладкие хорошие тросики держатся долго в общем ну рада спасибо большое вот такая вот закупка пряжи у меня была буду все потихонечку перематывать кстати хочу немножечко дочку попросить чтобы она мне по перематывала потому что на это уходит много времени а это время я могла бы потратить на вязание так что девочки заказывайте кавказскую пряжу да вот что я еще хотела сказать я ранее говорила вам что в самых самых первых видео когда снимала о джурабках я говорила что джурабки вяжутся из комвольной шерсти эту которую использую для коврот качества так и есть девочки все верно и я вязала начинала вязать журабки тоже из этой пряжи но дело в том что у этой пряжи нет таких ярких цветов у натуральной шерсти нет таких ярких цветов это первое и второе что кавказская пряжа более доступна ее легче купить а ту пряжу для коврот качества она и очень трудно найти очень трудно купить и вообще но с ней будет очень много мороки и теперь значит я я уже говорила что когда разбиралась вязание джурабок я покупала на рынке готовые джурабки у мастерицы чтобы рассмотреть как идет вязание все тонкости даже кое-где мне пришлось немножечко распустить девочки я вам скажу что они были связаны из карачаевской пряжи так что если вы едете на юг и покупаете себе джурабки за очень большие деньги когда мастерицы вам говорят что они связаны иском вольной шерсти стопроцентной девочки не верьте не верьте мало кто сейчас вяжет из стопроцентной шерсти есть некоторые мастерицы которые вяжут джурабки из ализе лана голд они кстати указывают что это полушерсть все верно но они стоят девочки так извините меня и две с половиной тысячи три с половиной тысячи пять тысяч есть которые стоят но я не видела джурабки которые я в живую потрогала есть у нас магазин один очень большой магазин там тоже продаются джурабки со из расчета видимо на туристов потому что цены были не маленькие и они тоже были связаны из карачаевской пряжи так что сырье одно и то же но как бы каждая мастерица по-своему выдает некоторые говорят что действительно тот состав который есть на самом деле но некоторые обзывают его шерстью и продают гораздо гораздо дороже вот такие вот дела вот о чем хотела вам сегодня рассказать показать свою красивую яркую сочную пряжу сочную восточную и пожелать 7 легких петелек прекрасных изделий всего самого наилучшего всем пока